Добрый день! Сегодня на Сэнксо циркулярный кубик 5х5 версия 4. Я уже рассказывал про версию 2, на канале видео есть, а теперь версия 4. Посмотрим, что тут есть. Техническая информация, кубик отрисован. Всего 4 версии этой пятерки, но есть смысл покупать вторую и четвертую. Первая версия как вторая, но без уголков, просто их не надо собирать. А версия третья и четвертая отличаются также уголками, но уголки на сборку никак не влияют. Здесь уголки собирать нужно на версии 2, на версии 1 их просто нет. То есть они неравнозначные, просто в этой плюс еще один этап. А версия 3 и 4 отличаются наличием, но собираются одинаково. То есть уголки вот эти становятся самостоятельно на свои места. Поэтому выбирать их можно из соображений дизайна. Тут как бы элементов больше кажется сложнее. Либо из соображений вращения. Я слышал мнение, что версия 4 вращается лучше, третьего у меня нет. Но слышал также и мнение обратное. Версия 4 вращается нормально, все хорошо. Можно брать. При желании можно конечно купить и 4 версии. На 3 и 4 будет бессмысленная покупка. А 1 и 2, ну смысл есть. Но первая версия мало чем отличается от обычной пятерки. Напомню, что в серии циркулярных кубов есть еще кубик 2 на 2. И причем он сложнее чем 3 на 3. И кубики 4 на 4. Их как раз уже 3 версии и все разные. Версия 1 и просто вот такие маленькие дополнительные уголочки на центрах. Версия 2. Хорошая мощная головоломка. Примерно уровня 5 на 5.4.0. И версия 3, которая различается от 2 наличием уголков. Купил недавно, ни разу не перемешивал, не собирал. Но говорят, что уголки надо собирать отдельно. И возможно принцип уборки будет совершенно другой. Будет время, пособираю. Потом конечно же расскажу. Ну а сегодня пятерка, версия 4. Беглый посмотрим на инструкцию. Я не открывал, не смотрел. Но как обычно, тут 12 шагов по сборке. Но честно, мне не пригодилось. Что мы здесь видим? Мы видим стандартную пятерку на вид. Но есть какой-то кружок. И этот кружок многое меняет. Если вы с циркулярными кубами не знакомы, то эта версия сильно сложнее обычного кубика. Версию 2.0 я собирал за 3 минуты. Сложнее не на много. Но есть дополнительные этапы. И это уже за 3 минуты не собрать. Кружок как бы разделил ребра на две части. Уголок от него отрезал маленькие детальки. А центры вроде бы стоят на месте. Но работают они конечно же совершенно по-другому. Важно отметить, что в нечетных кубах циркулярных напротив желтого элемента всегда будет белый. Причем напротив любого центра. А это упрощает сборку. По факту нужно собрать в 2 раза меньше центральных элементов. Точно так же и касается вот этих реберных центров. Все грани здесь нулевые. Это значит, что мы вращаем грань, а центры остаются на месте. Давайте перемешивать, чтобы это визуально более понятно. Вращаем так. Я вращал даже более-менее агрессивно этот кубик. И он жив. Не разлетелся, не сломался, не заклинил. Но конечно сильно в этом не нужно упорствовать. Деталей много. Все сложное. Надо быть поаккуратнее. Обзорная часть на этом заканчивается. Краткий итог. Кубик хороший. Покупать можно. Если циркулярный не собирали, то попробуйте что попроще. А если знакомый, то пятерка легче, чем четверка. Но я имею ввиду... Сейчас версию 2. Это собирается дольше, как по мне. Ну и знать нужно больше. Здесь одного трицикла достаточно. Ну и понимание, как все работает. Для начала соберем крестик белый. Причем для этого нам потребуются только вот такие вот движения. Ну как и версии 2.0. Этот белый элемент, он всегда находится на этом поясе. Ну его же нельзя переместить вот таким движением. Поэтому всегда здесь есть. И не глядя на остальные грани, я просто буду вращать вот эту часть. И у меня белый появится. Собрался здесь белый крестик. Ну а значит наоборот и желтый крестик собрался. Дальше собираем вот эти элементы. Но как в обычном 5 на 5 не получится. Придется постараться чуть больше. Я это делаю при помощи Сотчхэмеров. То есть вот этот можно поставить сюда. Отпускаю. Отвожу. Возвращаю. Возвращаю. Один есть. И когда у нас беленькие вот на этой стороне присутствуют, они отсюда легко ставятся. Этот можно поставить сюда. Отпускаю. Отвожу. Поднимаю. Возвращаю. Два есть. Ну а если они сверху заканчиваются, то уже чуть интереснее. Да, на желтых грани их быть не может. Значит, вот этот был бы неплохо поставить вот сюда. Я поверну вот этот средний слой. И он подвернется вот так. Теперь отсюда поставлю сюда тем же Сотчхэмером. Он пифал такой. Вот он появился. Возвращаю. Средний слой. Ставим сюда. Вот такой. Ну хочется вот так вот пододвинуть, но место не вращается. Поднимем вот так. И опять хочется повернуть, но не вращается. И хочется сделать вот так, чтобы он на это место претендовал. Ну туда мы здесь ломаем. И чтобы вот это не ломать, можно поднять сюда наверх совсем. И отсюда элемент сюда поставить. Ну и можно так уже будет передвигать. Свободно. Ну можно и так поставить. Ну можно делать это все и трециклами. Как мы будем поступать дальше. Белый центр есть. Ну и желтый соответственно тоже. Восстанавливаем кресты на боковых. Ну и собираем здесь. Здесь можно использовать разные трициклы. Покажу сначала в чистом виде. Какой-нибудь. Какой-нибудь. Все некрасивое. Ну вот. Красный можно поставить вот сюда. Этот оранжевый пойдет сюда. А зеленый пойдет сюда. Для этого поднимаю справа. Вращаю средний слой, который отвечает за вращение центра. Поднимаю слева. Средний слой обратно. Опускаю справа. Средний слой туда. Опускаю слева. Средний слой обратно. Красный встал. Ну и здесь поменялись. Один элемент собрали. И удивительно. Напротив него. С другой стороны собрался оранжевый. Тоже неплохо. Ну можно конечно вставить и через низ. То есть отсюда ставить сюда. Можно это все зеркально делать. Давайте отсюда сюда. Этот сюда. Этот сюда. Средний не путаю. Поднимаю справа. Опять средний слой. Только надо бы в другую сторону. Отменю. Поднимаем отсюда. Но вот этот вот сюда переводим. Дальше поднимаем. Переводим обратно. Опускаем. Переводим так же. Обратно. Обратно. Он появился. Вот тут зеленый. Но можно и вращать не чисто средний слой. А больше. Если мы сверху сюда. Сюда можно вращать три нижних слоя. Если снизу сюда. Нужно три верхних вращать. Ну чтобы не путаться. Можно вращать только средний. Но поменьше движений. Тогда уже думают. Либо использовать за один с этаповыми. Либо быть аккуратным. Так. Ну давайте красный. Поставим вот сюда. Но синий тогда нехорошо встанет. Ну и ладно. Будет интересней. Красный вот сюда. Поднимаем. Я вращаю три нижних. Поднимаю слева. Три нижних обратно. Опускаем. Три нижних. Возвращаем. Возвращаем. И вот у нас осталось один элемент переставить. И можно конечно поставить его сначала сюда. Потом что-то. А можно сделать кучу сетапмов. И получится наверное сразу. Прикинул. Неудобно выходит. Придется без сетапмов. Поднимаем. За два этапа делаем. Вот так. То есть переставил синий отсюда сюда. Ну а теперь отсюда поставлю сюда. И стопнув покажу здесь. Этот можно перенести сюда. Вращаем вот так вот средний слой. Получаем этот сюда. Этот сюда. А этот сюда. И соберутся центры. Ну и отменяем. И вот центры собрались. Да получается несколько дольше чем на обычном 5 на 5. Но дальше мы собираем ребра как на 5 на 5. Точно так же. Я буду использовать фрисвайс. Но любой другой метод тоже доступен. Белосиние. Вращается конечно помедленнее. Обычно пятерки. Но справиться можно. Так. Синий оранжевый. Второе ребро. Тут зелено-оранжевый. К ним бы еще комплект. Не вижу. Вот он. Объединим. Развернем. Если вы конечно не умеете собирать 5 на 5. Сейчас будет не очень понятно что я делаю. Так. Дальше. Какой-нибудь вот желто-оранжевый есть. Сюда нужен третий. Он здесь. Дальше. Он желто-красных много. Бело-красных. Бело-красных. Так. Тут у нас уже заканчиваются не собранные. Четыре собрано. Белосиние. Белозеленые. Собираем сейчас. Так. И на второй грани тоже четыре собрано. Восстанавливаем центры. Ну и дорешиваем. Сине-красные. Сине-красные. Дальше. Какие-нибудь чуть поближе поставим. И вот так вот объединим. И остается два ребра. Здесь не бывает реберного паритета. Из-за того, что центры тут важны. Если сделать паритет, то центры разбегутся. Ну, говорит, не для паритета. Итого. Мы сейчас собрали центры. Немножко хитро. И ребра, как и обычный, пять на пять. А дальше мы собираем вот эту пятерку. Как вот эту трешку. Циркулярную. Ровно так же. Для этого мы сначала, ну, если с белого креста начнем, выровняем вот эти вот боковые ребра, центральные. Вот так вот. Красный с красным совпадает. Синий с синим совпадает. Оранжевый с оранжевым. Зеленый с зеленым. Главное не забыть. Дальше поставим вот эти бело-зеленые ребра одновременно с этими белыми центральными. Ну, не только бело-зеленые, а все остальные. Так. Объединяем сверху их вместе и отправляем вниз. Вот здесь не его место, да? Здесь оранжевый. Тогда вот оранжевый. Отводим в сторону. Ребро. Объединяем белый с оранжевым. Отправляем вниз. Вот они собрались. Так же делаем зеленым. Вот бело-зеленое ребро над зеленым центром. Отводим в сторону. Поднимаем белый центрик. И вместе их опускаем. Ну, все как на трешке. Красный стоит. Нужны еще синий. Синий здесь. Ребро здесь. Опускаем. Ну, сложность кончилась с крестом. Дальше собираем как трешку, но аккуратно. Так. Я буду использовать F2L. Ну, но можно и методом для начинающих собирать и первые два слоя. Так. Тут есть. Синий-оранжевый ребро сразу поставим. И остается вот зелено-красный, а я сделаю три пиф-пафа. Так. Ну, вроде неплохо. Дальше собираем OLL. Здесь все лучше хитрые алгоритмы тоже не использовать. То есть, делаем, делаем что-то не то. Это что у нас? Это галка. Да? Делаем галку. Так. И кто у нас получается? Это вертолет, но я сделаю две рыбки, чтобы не ошибиться. Одна рыбка. И вот одна рыбка нарисовалась. Делаем вторую. Так. Здесь важно третий слой собирать поэтапно. Есть безопасные алгоритмы, а есть те, которые разворачивают центры. Если сделать, к примеру, Юперм, он нам сделает разбежку от центральных элементов. Все будет плохо, придется пересобирать. Поэтому здесь проще применить из метод для начинающих. Сначала ребра собрать, потом углы. Ориентируемся сейчас вот на двухцветные элементы. Красный, если совместить с красным, зеленый с зеленым совместиться. Делаем семерку. Ну и любой другой алгоритм из метод для начинающих, который не разворачивает центры. Ну а дальше о пермом переставляем уголки. И вот. У нас собран этап 3х3, но не совсем. Видим, что вот эти вот ребра не собраны. Ну это такая ситуация, как на трешке циркулярной. Делаем либо 2 Т перма, либо РУ, Р штрих У 5 раз. Вот, РУ, Р штрих У. Повторяем 5 раз. Это третий. Как видно, можно вполне агрессивно вращать кубик. С ним все в порядке. Ну и остается самый интересный этап. У нас вот эти вот ребра центрально стоят на месте. Нужно собрать вот эти вот угловые. Но совсем уголки они сразу по местам стали. Мы на них внимания можем не обращать. И здесь, как и в 4х4, работает алгоритм, тот, который поудобнее. Что он делает? Этот элемент переставляет сюда. Этот элемент переставляет сюда. А этот сюда. Ну и выглядит, как знакомый нам трицикл. Но вращать нужно вместо У вот этот средний слой. Ну, желтый как раз сюда хорошо встанет. Давайте. Только средний слой. Здесь. А здесь боковую грани. Обратно средний. Пускаем туда. Пускаем обратно. Ну и вот этот алгоритм вместе с зеркальным и с этапмовыми соберет весь кубик до конца. Давайте смотреть. Да, и как обычно, у нас сразу два элемента становятся на места. Этот и противоположный. Ну, к примеру, сейчас белый сюда поставим. Напротив него соберется желтый. Как удобно делать? Белый сюда, оранжевый сюда. Ну, конечно, не смертельно. Синий перейдет сюда. Но можно сюда что-нибудь поинтереснее придумать. Если где-то бесплатный синий стоит. Ну, к сожалению, нет. Ну, ладно. Сделаем без него. То есть сейчас минимальная польза. Ну, иногда чем долго выискивать, в более удобный случай, проще сделать алгоритм дважды. Вот у нас белый собрался и желтый напротив тоже. Вот белый. Сюда поставляем белое место. Этот оранжевый пойдет сюда. И этот сюда. Неинтересно. Посмотрим, есть ли оранжевый. А вот есть оранжевый. То есть мы делаем еще один сетапмов. Этот сюда. Этот сюда на место. Ну, зеленый сюда. То есть сейчас уже два элемента встанут. И, соответственно, два противоположных. Алгоритм тот же. Главное запоминать, какие сетапмовы делаете. И все будет хорошо. Так. И вот так. Дальше. Зеленый сюда можно поставить. Синий. Ну, сюда встанет. Мы переживем. А если что-то поинтереснее, можно поставить вот сюда. Желтый поменяется на синий. Но этот желтый встанет вот сюда на место. Два элемента на местах. Это уже хорошо. Главное, при выполнении вот этого алгоритма не ошибиться. Особенно, когда есть сетапмовы. А потом очень тяжело восстанавливать. Сейчас перед записью я собирал. Отвлекся. И пришлось собирать полностью. До конца. Хотя оставался один алгоритм. Или я просто пока не научился восстанавливать. Так. Белый. Можно поставить вот сюда. Синий пойдет сюда. Если что-то поинтересней. Можно подставить сюда зеленый. И он встанет на зеленое место. Будет хорошо. Алгоритм один и тот же. Поэтому я его особо медленно не делаю. Дальше. Красный. Смотрим, есть ли место для красного. Ну, по-моему, занято. Нет смысла. Желтый. Желтый сюда на место оранжевого. Да. То есть на свое одно желтое место. Оранжевый пойдет вот сюда. Если что-то поинтересней. Надо что-то либо зеленое. Так. Не очень. Не очень. Но это было. Ну. Ничего хорошего, да. Давайте хотя бы вот этот белый уберем с желтой грани. Так. 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 Ну, так вот. С минимальной пользой. Дальше белый. Уже некуда. Синий. Ну, здесь надо делать более сложную стопнуву. Потом. Красный. Сюда. Станет хорошо. И. И. Ну, здесь ломать. Ну, если ломать. Давайте ломать вот такой. Да. Красный с противоположной грани уйдет. Вернее, оранжевый с красной. Красный. Можно теперь вот сюда поставить. Ну, и здесь также можно оранжевый убрать. Делаем зеркально. Дальше. Вот здесь вот много всего. Смотрите, сейчас будет, наверное, получше. Синий сюда. Оранжевый. На оранжевое место. Но синий сюда перейдет. Переживем. Два поставится. Делаем справа. Отменяем. Дальше. Пока все простое выберем. Зеленый. Есть тот кто? И есть. Сюда можно поставить. Ну, и здесь можно вот этот синий убрать отсюда. Тоже будет полезно. Отменяем. Отменяем. Так, вот в такой ситуации, когда вот зеленый сюда, синий сюда и синий сюда, перестановку сделать тоже можно. То есть у нас не вот этот элемент соберется, а вот этот встанет сюда, а этот на его место. И в итоге плюс один собранный. Я сделаю прям сразу. Зеленый перешел сюда, а зато здесь все синий. Так, так, так. Оранжевый нет. Зеленый. Ну, пришла, наверное, пора. Давайте делать более хитрые ситомовы. Вот этот зеленый я хочу поставить вот сюда. Сделаю вот так. И что у нас? Зеленый встанет сюда. Белый встанет сюда. А красный встанет на свое место. Да, у нас получится, что белый на желтом месте, но зато два других встанут на места. Делаем слева. Так. Дальше. Не хочет. Синий. Давайте вот так. Опять похожая ситуация, но мы сделаем похитрее. И сделаем вот так. Синий сюда на место, желтый сюда на место, вот на желтое. А белый встанет на оранжевое место. Что будет удобнее, чем желтый на белом. Сейчас очень хорошо я, видимо, кубик перемешал. Обычно сборка побыстрее бывает. Но осталось нам пару перестановок сделать, и все соберется. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? Ну, теперь более жутко давайте. Делаем так. И у нас теперь это сюда, это сюда, это сюда. И эти соберутся. Ну, вращай. Ну, казалось, что надо было сделать пару перестановок, но хватило и одной, так как противоположные тоже собрались. В итоге, это очень хороший кубик. Интересный, собирается не быстро, не очень сложно, и достаточно интересно. Крайне рекомендую любителям чего-нибудь посложнее. Это не настолько сложно, как циркулярный 4х4 версия 2. Здесь каких-то особых знаний и алгоритмов не требуется. И эту четверку можно 3-циклами собирать, но тут посложнее. Я предпочитаю делать послойным способом. Кому интересно, посмотрите мои видео по четверкам. Там есть. Ну, или по 2х2. И этот же более легок. Циркулярная серия кажется многим надоела, смотрит неохотно. Ну, и еще одно видео анбоксингов через 10 будет про четверку версию 3. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok